Коллеги, добрый вечер всем. Очень приятно, что в 7 вечера в понедельник есть люди, которым интересно онлайн-обучение. Меня зовут Елена. Я занимаюсь электронным обучением и онлайн-обучением по разным подсчетам примерно с 99-го года. Когда мне было 16 лет, и когда мой папа вдруг начал активно про это говорить дома, и потом вот так сложилось, что в итоге я больше ничего не умею. Я умею делать, собственно, онлайн-обучение, электронные курсы и все остальное, все, что с этим связано. Я немножко переназвала название мероприятия, потому что я долго думала, мы написали официальное с Марией описание, все выделили, а потом я когда стала готовиться, я поняла, что чтобы учиться онлайн, на самом деле обучение онлайн, это свернуть горы. Это действительно непросто. И я сейчас с удовольствием с вами поделюсь некоторыми вещами. Я сегодня хочу в первую очередь говорить не про какие-то конкретные ресурсы, не про какие-то конкретные технологии, потому что вы говорили про Курсеру, вы говорили про Эдекс, вы говорили про Универсариум, про... Еще есть миллион платформ всевозможных. А можно учиться не на платформе. Да, вот можно учиться, например, просто читая сайты, читая блоги, читая газеты, читая книги. Не обязательно, чтобы это был какой-то посвященный ресурс именно про оценками, отметками с прогрессом, с геймификацией, то, что сейчас очень модно, там, с бейджиками, с значками и всем остальным. Это не обязательно. Обязательно другое. Обязательно учиться. То есть должен быть результат. Обучение, когда мы, неважно в каком формате мы его берем, должен быть действительно какой-то результат. А если человек бросает учиться, я хочу вам задать вопрос, почему это происходит? Так, куда мне это нажимать? Нет, он со мной не хочет дружить. Да, в сторону ноутбука, но нужно, чтобы он включился. А он не включен, это не страшно. Мы сделаем так. Так. О, спасибо большое. Да, это к вопросу, что мозг два действия параллельно точно делать не может. Он не может говорить и искать кнопку на кликере. Это, кстати, тоже важно. Почему люди бросают учиться, как вы думаете? Интересно. Интересно, подряд. Еще почему? Мотивание. Мотивание, времени нет. Не качественное обучение. А? Может быть, неинтересно некачественное обучение. Некачественное обучение, так. Увлеченности. Увлеченности нет. Это темы. А? Темы. Нет быстрых результатов. Нет быстрых результатов. Вот очень хороший метод. Где мотиватор или мотиватор к бросанию? Нет быстрого результата. Дело в том, что мы, вы правильно говорите, не та тема. На самом деле, некачественное обучение, это очень такой скользкий момент. Что считать некачественным? Например, когда я по своей специальности instructional designer, у меня профессиональное образование, проектировщик образовательных систем. Например, у нас есть книги наши, которые были изданы в 1956 году. Ну, некоторые из них. А, наверное, раз ее издали, и все. И есть только жуткий страшный скан. Вот, совершенно кошмарный. Но книга потрясающая. То есть ее можно найти в нескольких библиотеках в США и в Европе. И есть в одном месте, есть жуткий, реальный, читабельный скан. Но мы его все читали. Потому что она интересная. Здесь можно сказать, что она некачественная, но как бы по формату. Она некрасивая, без всяких таких замечательных картинок, без разбедения. Вопрос содержания. Вопрос, в первую очередь, вопрос мотивации. Когда речь заходит про обучение, единственное, что нужно, это мотивация и воля. Когда мы говорим, мы ленимся, то с точки зрения работы мозга, с точки зрения психологии, такое понятие отсутствует. А не хватает мотивации, не хватает воли. Не хватает вот какого-то усилия, желания. Но в первую очередь, воля это даже вторично. В первую очередь не хватает мотивации. Я сама прохожу регулярно онлайн-курсы. Я всегда дохожу их до конца. Честно, вот абсолютно, что называется, клянусь. Дохожу все онлайн-курсы до конца. Но я делаю это очень редко. Потому что я знаю, что я не могу в какой-то момент времени, даже если это суперинтересный курс, и он мне очень нужен, я просто не могу этого сделать. У меня нет времени. Я знаю, что я зарегистрируюсь. У меня чешутся руки, что я сейчас туда зайду. И мне кажется, что он такой невероятно интересный. Его вот обязательно надо пройти. Но я знаю, что я не освою. Не освою не то, что я не могу, а потому что у меня просто нет времени. И я получу разочарование. И самое главное, что мой мозг получит разочарование. А получив однажды разочарование, мой мозг будет в следующий раз говорить, я не буду учиться. Потому что есть такая штука, как лимбическая система, которая хранит наши эмоции. И эти эмоции, к сожалению, нами двигают. И однажды, запомнив негативно-отрицательное ощущение, он будет все время нам сказать, слушай, да ты не пройдешь, все равно не будет времени. Да ладно, ну че мы сейчас, ну че рваться, я сейчас не буду это делать, зачем это нужно. А причина не в том, что вы этот курс не хотите проходить. Причина в том, что вы какой-то, один или несколько до этого не прошли. Один из первых моментов – это мотивация. В первую очередь, для того, чтобы учиться онлайн, нужно проанализировать свою мотивацию. То есть нужно понять, зачем вы это делаете. Просто банально, условно, есть интерес. И это прекрасно, когда есть интерес. Вопрос, что с этим потом делать. Если у вас нет понимания внутреннего, зачем вы будете это делать, вероятность, что вы дойдете до конца, очень маленькая. Это причина, почему на курсе такой огромный дропаутрейт. Такой огромный процент тех, кто не заканчивает. Там две причины. Первая причина как раз в тех людях, которые говорят, о, классный курс, интересная тема, я пройду. Начали чуть-чуть, проходили, потом. А потом внутри возникает вопрос. И что я дальше с этим буду делать? Что будет происходить дальше? Например, такой же пример с книгами. Если у вас есть задача подготовиться к лекции, если у вас есть задача выступить где-то, вот у меня такие задачи часто возникают, или с кем-то поговорить на какую-то тему, вы шестистастраничную книгу освоите за ночь. Вообще не задумываясь с удовольствием, потому что у вас будет ощущение результата. Вы будете чувствовать, как завтра вы вышли и поговорили, и какие классные примеры вы рассказали, и как вам здорово от этого. То есть ваш мозг вас благодарит, он вам дает награду, он вам показывает, слушай, будет здорово, вот так будет, абсолютно классно. И если эта книга вам попадется на две недели раньше, на две недели позже, просто в какое-то другое время, она будет оставаться такой же прекрасной, но вы будете ее мучить. Мучить, потому что у вас не будет понимания. У меня такое, опять же, у меня очень часто так бывает. Мне попадается книга, но вот если курсы я еще могу себя, как сказать, урезонить маленько с книгами, у меня проблема. Книги покупаются все, у которых более-менее интересное название и содержание. Потом начинается ломка. Что мне почитать, что мне взять, я это не прочитала, у меня осталось куча книг, значит, надо срочно все дочитывать. Вопрос, теперь у нас вопрос в другом. Одно дело мотивация, которая возникает у нас, и которую мы условно чувствуем, можем ли мы это применить, не можем это применить как, да, мы можем применить, что мы с этим будем делать. Но кроме мотивации, есть еще другая составляющая. Это наш мозг. Это то, что у нас вот здесь находится. Совершенно бесценное вещество, которое умеет думать. У него есть, к сожалению, к нашему, ряд ограничений. У него ограничены ресурсы. Мозг много сразу воспринимать не может. То есть физически он это не может сделать. Это не потому, что мы не научились думать, нас не научили думать, мы как думаем неправильно. Это доказано огромным количеством нейрофизиологов, сколько реально мозг может что-то воспринимать. Есть куча тестов, сколько можно в один момент времени, там все по-разному считают, но суть в том, что ресурсов мало. Поэтому давайте себе представим, что вы отработали целый день, потом вы пообщались, например, с друзьями и коллегами, какие-то дела поделали. И к этому моменту, естественно, вы немножко подустали, но приходите вечером домой и говорите, а не пройти бы мне кусочек онлайн-курса? Ну, как это обычно происходит. Точнее, вы едете с этой мыслью домой, что сейчас вы как порядочный слушатель вся и проходите этот кусочек онлайн-курса. Что происходит? К моменту, когда вы приехали, у вас мозг устал, не называется голова устала. Он просто устал. Он физически, не потому, что вы и ленивы, не потому, что вы и не хотите, а потому, что он не может. Он начинает говорить, слушай, давай пойдем чаю попьем. Или погуляем. Может, покушаем. А может, поговорим с кем. Давай что-нибудь сделаем такое, чтобы думать не надо было. Потому что он не может воспринимать. Он физически не может этого сделать. То есть он бы хотел. Правда, он хочет, но не может. Он может только 3-4 мысли одновременно удерживать. То есть это больше не происходит, обрабатывает, а с ними работает. Я вам сейчас расскажу. Только одно дело в один момент времени. Это к вам вопросу про кликеры. То есть я знаю, как он включается. Но я в этом моменте разговаривала. Я пошла искать то решение, которое у меня было на кончиках пальцев, потому что у меня нет возможности сейчас думать про кликер. И как только вы перегружаетесь, у вас резко падает производительность. Самый простой пример. Вы приходите утром на работу. С утра пораньше. В 9 утра. Вы пришли в офис. Не важно, у вас домашний офис. Вы открываете электронную почту. Да? Многие так делают. С утра почту читаете? Да. Не читайте. Не надо ее читать с утра. Не обязательно в конце. Дайте 2-3 часа на трудную работу. Дайте 2-3 часа, пока у вас мозг свободен. Потому что он выспался. Он позавтракал. Он может быть позанимался спортом, если ему повезло. Еще что-то может быть. Он еще не загруженный. Когда вы читаете электронную почту, она аккуратно забивает у вас ресурс. Забирает. Она его съедает. Мелкими кусочками, мелкими задачами, которые можно сделать потом. Именно это происходит, когда мы проходим онлайн-курсы. Онлайн-курс, глава, тема, модуль, это много. Это кусок здорового, его надо освоить. А здесь есть еще один момент. Мы, когда школу заканчиваем, когда мы институт заканчиваем, это в особенности уже после института, мы очень часто, нам кажется, что мы сейчас оп, и любую тему освоили. Ну, потому что вроде как мы же учились, мы же кучу дисциплин освоили, сейчас мы раз и взяли это. А это неправда, потому что обучение, это сложно для любой головы, для любого мозга. Это сразу требует концентрации. И так как мы сразу не получаем результат, мы сразу открываем и понимаем, оу, здесь надо думать. Здесь надо запоминать, здесь надо думать. И вот этот момент, он начинает нас отталкивать, отталкивать постепенно от получения дальнейшего результата. Есть такая штука, называется ментальная сцена. Это условно, нет, вот как сцена здесь, да, вот представьте себе сцена здесь, представьте себе любую сцену в любом театре. Вот на ментальной сцене нашего мозга помещается нормально не больше четырех актеров. То есть не более четырех каких-то активных мыслей, которые мы думаем. А как только там больше, ну, представьте себе маленький театр, туда вышел здесь человек, народу на сцену непонятно, вообще никого не видно. Ментальная сцена загружается постепенно. То есть туда не все четыре актера сразу выходят, а сначала одно дело, потом другое дело, потом третье дело и так далее. Предположим, вы едете в метро, слушаете аудиокнигу, и тут вам приходит в голову мысль, о, надо бы провести конференцию или метап по какой-то теме. Возможно, вам некуда записать, особенно как я, когда я рулю, некуда записать, вы ее запоминаете. Раз, актер. Дальше вы приходите на работу, и вам тоже говорят, слушай, я тебе письмо отправил, вот мне надо очень быстро на него ответ получить. Два актера, то есть уже в вашей голове. Через полчаса у вас совещание, вы параллельно начинаете думать о том, что надо бы к нему подготовиться, что вы там будете делать и так далее. Три актера. Ну и, собственно говоря, еще один, какой-либо любой другой, и все. И на этом все. А физиологически начинает уходить ресурс, который подпитывает мозг, потом вы хотите сладко. Потом, вероятнее всего, хочется либо сладкого, либо кофе, в зависимости от того, чем вы привыкли подпитывать мозг, каждый человек по-разному, я, например, хочу шоколадку. Вот я сразу хочу, я знаю, что я понимаю, когда у меня ресурс кончился, как только я захотела шоколадку, значит, можно с работы уезжать, больше от меня толку не будет. То же самое происходит, когда мы изучаем онлайн-курсы. Мы пытаемся сделать это быстро, мы пытаемся сделать это нахрапом. Большинство онлайн-курсов не структурировали так, чтобы отвечать нейрофизиологической потребности. Вы даете большой объем информации. Залог вашего успеха, как слушателя, в любом случае, это самому себе отстроить вот эти кусочки. Вы взяли одну мысль, вы ее освоили, вы ее восприняли. Остановитесь. Не идите дальше. Идите гулять, идите спать, идите смотреть кино, идите на работу, в зависимости от вашего графика. Делайте что угодно, но не идите дальше. Потому что у вас сцена отнимает много ресурсов, восполнение будет очень долгим, и как только у вас ресурсов мало, вы не воспринимаете. Вы перестали из-за этого, а это отрабатывается как негативный опыт. Поэтому первый вопрос, это структурирование того учебного опыта, который вы себе планируете. Вот прочитав полкниги за раз, ну вот все вы прочитав, вы с гарантией, если вы не будете записывать, а про это отдельно поговорим, если вы не будете фиксировать и записывать, то с гарантией останется одна-две коротенькие мысли. А дальше может возникнуть очень неприятное ощущение, с которым вы наверняка все сталкивались. Когда вы чувствуете, как вы забываете, и вы пытаетесь повторять и повторять эту информацию, только чтобы она не выпала. Потому что условно вы чувствуете, что она начинает вылетать, что она по чуть-чуть начинает пропадать у вас. Это симптом того, что у вас все, у вас ресурс кончился, мозг уже ничего с этим сделать не может, он начинает нервничать. Один важный момент. Это про любовь. То, чему вы учитесь, вы должны это любить. Есть очень хорошие условия. Если вы по своей теме можете прочитать 200 книг, это ваша тема. То есть, если есть какая-то тема, по которой вы можете читать, 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 я в какой-то момент задумалась, а моя ли тема электронное обучение. Потом посмотрела, сколько я прочитала и поняла, что моя. Давно моя. Невозможно учиться, не испытывая приверженности к той теме, которую вы выбрали. Вам может быть интересно, но нельзя путать, нельзя путать условный интерес поверхностный с стремлением погрузиться, стремлением запомнить, со стремлением забрать эти знания. Мне очень много тоже всего интересно. Мне постоянно что-то интересно. У меня есть две темы. Это обучение готовка, в которое я готова погружаться. Во все остальные темы я погружаюсь вот так, кусочками. И мне кажется, вот завтра я обязательно, вот обязательно я научусь вязать шарфик. Я пыталась научиться вязать. И я умею. Да, я там три какие-то петли вполне могу. Но ни одного шарфа до конца я не довязала. Потому что, честно, я могу увидеть красивый слит, рассказать, я тоже так хочу вязать. Но потом я понимаю, что у меня нет желания это делать. То есть, это какое-то поверхностное желание. И здесь есть один тонкий психологический ход, как это можно проверить. Есть вопрос, который можно себе задать. Я этого хочу, потому что я этого правда хочу? Или потому что кто-то еще хочет? И мне кажется, что это очень хорошо хотеть вот этого? Это очень часто бывает, что мы смотрим на других людей, и вот он занимается музыкой. И если как прекрасно, что ему нравится заниматься музыкой, значит, мне кажется, что мне должно нравиться заниматься музыкой. Но вот здесь вот эта тонкая грань. Проверяйте каждую тему, за которую вы беретесь. Вот что она для вас? Она вам нужна или не нужна? Если она вам не нужна, не подписывайтесь на курс. Прочитайте статью, прочитайте Википедию, посмотрите пару видео на Ютьюбе. Ну, сделайте, ну, плюс немножко утолите жажду знаний по этой теме, и будет прекрасно. Главное, не пытаться себя заставить сделать то, что вам не идет. Потому что это потом даст обратный эффект. На другую тему вам будет гораздо сложнее учиться. Теперь про планы. Это самое важное. Онлайн-обучение требует планов. то, про что все забывают. И все думают, что оно само происходит. Вот поверьте мне, как человеку, который стимулирует онлайн-обучение в крупных компаниях и пытается добиться, чтобы люди после того, как те курсы, которые я сделала, реально что-то выучили. То есть курсы-то я делаю. А что там в результате происходит? Иногда это загадка природы. Прошли их вообще, кто-то их видел, не видел. Или, как говорил один мой знакомый, прослушал в прямом и переносном смысле. Какое тоже бывает. Почему? Во-первых, вам нужно время, когда у вас есть время. Вам нужно выделить сегмент, слот, когда вы сможете два часа никуда не бежать. Час никуда не бежать. Какое-то время никуда не бежать. Ну, то есть 20 минут мало, 30 минут мало, я считаю, что час, потому что учиться вы будете 20-30 минут, остальное время вы будете отвлекаться и собираться. это нормально, это так правильно. Какое-то время у вас должно быть, которое обязательно вы посвятили. Извините меня, пожалуйста, у меня тут молодой слушатель. А он нам не мешал. Он национальный. Я его слышу, вот в чем дело. Еще чуть-чуть. У вас должно быть время, когда вы спокойно можете заняться только этим. Когда вы соберетесь, отключите почту, скайп, ватсап, что у вас там еще есть, телефон, смски и все остальное. Один час, который вы будете честно заниматься только этим и не будете отвлекаться. И вы будете сконцентрированы только на том, что нужно. И это должно быть по плану. Не когда-нибудь, когда у вас будет время. А есть план на неделю. И в этом плане на неделю у вас три дня, когда вы занимаетесь. Вечер, утро, ночь, день. Вот здесь никаких советов никогда не даю. Я сама жаборонок. И при этом иногда работаю ночью, но утром мне как-то лучше дается. Кому как удобно. Свою тему обучения, которую вы выбрали, вам надо проанализировать. Вот вы подписались на электронный курс. На Курсере, на ТДЕКСе, неважно где, ее надо проанализировать. Сейчас я вам расскажу, что значит проанализировать. Возьмите план обучения. Нет таких электронных курсов или там программ обучения, у которых нету плана. Возьмите план и посмотрите, что там. Определите, что там для вас сложно, по крайней мере по описанию, что вы не понимаете. Померьте, как сложное. Отберите то, что для вас просто. Померьте, как простое. Отберите то, что для вас не важно. Потому что вам не может быть важно все. Это нормально. Нет такого курса, в котором вам будет 100% важен. И отберите то, что условно хорошо было бы знать, если останется время. У вас получится 4 категории. Сложно, несложно, важно и хорошо было бы знать. То есть важно, не важно, соответственно. Какую-то одну выберите. Может 5 получится. Дальше эти темы надо разложить по плану. Небольшими кусочками. Чтобы у вас в вашем календаре было написано понедельник, онлайн-курс по психологии обучения. Тема 1 под тема 1-2. Среда. Среда. Соответственно, то же самое. Тема 1-3. Кусочек. Тогда будет одна хипер. Вы это сделаете. Вы выучите. Вы разберетесь с этой темой. И закрыв компьютер, или отойдя от него, вы скажете, я молодец. Вы скажете, я же сделала. У меня это стояло в списке задач. Я это сделала. Я молодец. А раз вы молодец, вам в следующий раз что скажут? Давай еще. Все. И тогда система на 3-4 раз она начинает работать. Потому что у вас... Я проходила недавно курс. Вот недавно, но около года назад недавно. Время за этот курс пробежать. Очень сложный курс по проектированию учебных материалов. Сложный, потому что он был совершенно глупосоставлен. Да, вот того, как собрали. Но мне очень было интересно, потому что там ведущий преподаватель был интересный. И какие-то темы были, которые мне были необходимы. Я и вот месяц не могла за него взяться. Я ходила вокруг него. Ну, я понимаю, что надо. Ну, я же подписалась. Я же слово себе дала, что я их не бросаю. А не могу. То я там не могу, потому что я приехала вот с Борей начала играть. То еще что-нибудь у меня произошло. То есть у меня как раз что-то происходит. Он меня взяла и проанализировала, что там внутри. Я разделила все на части. И составила себе... Я, правда, не делаю календарем, я делаю туду-листом, списком задач. И знаете, чудо? После третьей галочки я захотела им заниматься. Хотя третьей галочке пошло самое тяжелое.